Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. Меня зовут Анастасия Бойко и прямо сейчас о главных темах выпуска. Новости Новосибирска. Необходимо построить четыре остановочные станции. Чемской, Клещиха, Чистая Слобода и Нортмол. Еще одна задача расширения метрополитена. Уже сейчас запущено строительство станции Спортивная. Далее власти планируют достроить Зержинскую линию метро и также чиновники отмечают реконструкцию старых трамвайных путей. В этом году появилась новая линия от площади Маркса до Чистой Слободы, но на ее поддержание необходимо больше миллиарда рублей. Активисты Общероссийского народного фронта решили проконтролировать качество ремонта дорог в регионе. В этом году в Новосибирской области проходит реставрация 112 объектов. Большая часть из них находится на завершающем этапе. Участники проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог» побывали на нескольких участках и проверили, соответствуют ли ГОСТам технологии ремонта. Крупных нарушений активисты не выявили, однако координатор проекта Александр Стефанов на ряде объектов отметил низкий уровень собственного контроля. Общественник уверен, сохраняется принцип «укажут на недостатки, мы и исправим». Такой подход принципиально не верен. Ну а в мегаполисе появится несколько пешеходных переходов. Они пройдут через дамбу моста и соединят станцию метро «Спортивная» и новую ледовую арену. Длина подземного перехода составит 54 метра. Для слабовидящих граждан там обустроят рельефные направляющие плиты желтого цвета. Также рабочие установят надземный переход. И помимо лестниц там будут вертикальные и наклонные грузоподъемные платформы для инвалидных и детских колясок. Точная дата завершения строительства пока неизвестна. На другим темам. Инспекторы технадзора решили проверить легальность перевозок на междугородном транспорте. Подробности в следующем сюжете. С пяти утра инспекторы дежурят на Толмачевском шоссе. Останавливают каждый автобус. Проверяют количество пассажиров, документацию и техническое состояние авто. Рулевое управление. Это перемещение узлов и деталей, не предусмотренные конструкцией транспортного средства. Не допускается. Подтекание жидкости рабочей из узлов и агрегатов рулевого усилителя. Соответственно, это очень грубое нарушение, за которое предусмотрена ответственность. И постановка транспортного средства на штрафную стоимость. Инспекторы отмечают, раньше около 30% водителей ездили без тахографов. Сейчас же перевозчики поняли, работать официально дешевле. Ведь за отсутствие прибора придется заплатить до 10 тысяч рублей. В 6 утра человек выехал, соответственно, блок у него из КЗИ стоит, определяет широту, долготу движения. Все параметры скорости и передвижения тоже тахограф фиксирует. У него как бы все нормально. По правилам, перед каждым выездом водители должны проходить медицинскую комиссию, а транспорт осматривать механик. Разрешение на выезд ставят в путевом листе. Смотрят технические жидкости механик с колеса. Однако в большинстве случаев проверки в депо проводят формально. В лучшем случае водители перед выездом проходят тесты на трезвость. В худшем медики лишь проверяют уровень давления у шоферов. Механики также недобросовестно выполняют свои обязанности. Поэтому выпускают на маршрут транспорт, эксплуатация которого запрещена. Штрафы за нарушения немаленькие. В случае, если из-за неисправности автобус попадет в аварию, юридическим лицам придется заплатить до полумиллиона рублей. До конца сентября подрядчики завершат ремонт участков областных дорог, где проходят школьные маршруты. На сегодня готовность от плана почти 80%. Главный показатель – препятствий на пути школьного автобуса не должно быть. Граница ремонтированного участка и старой части дороги очевидна. Видно новое покрытие. Оно укатано. И автомобилисты смело нажимают на газ, когда едут здесь. Но так было не всегда, говорит водитель автобуса Владимир Казанцев. Его задача – подвозить ребят из трех сел в Шагаловскую школу. Оно было вот так вот, пикой. С этой стороны боком едешь, с этой стороны боком. Опасно? Ну, конечно, грива была. Отремонтирован участок протяженностью 2,5 километра. Сейчас подрядчик вносит последний штрих. Еще раз укатывает новое покрытие, чтобы добиться нужной плотности. Верхний слой выбиралась корыта глубиной 10 сантиметров. И 14 сантиметров в ЩПС-1 щепень докладывался. Стрессу доложено было очень много. Техники работали, гридера, катки, поливальные машины, экскаваторы и так далее. Сейчас серьезно относятся к ремонту и требования у заказчика очень серьезные. Ремонт у дорог, по которым проходят школьные маршруты, последние три года уделяют большое внимание. Средства изыскивают в самых разных статьях дорожного бюджета. В текущем году мы за счет планово-предупредительного ремонта сделали 79 километров. Порядка 300 миллионов на это затратили средств. И за счет капитального ремонта и ремонта порядка 49 километров и затратили около 890 миллионов. По информации специалистов территориального управления автодорог, ремонтные работы ведут не только на трассах с щебеночным и земляным покрытием, а также и там, где есть асфальтобетон. Эти усилия должны принести главный результат. Перерывов в движении школьных маршрутов должно быть все меньше и меньше. Например, за последние три года случаев, когда школьный автобус застрял или вернулся домой, стало меньше в два раза. Статистика такова. В 2016 году зафиксировано 144 случая перерыва движения. В этом 55. В продолжении темы. Пятикилометровый участок дороги на село Барково в Маслянинском районе сдадут на год раньше плана. Об этом заявляет представитель подрядчика. До Новосибирска почти 160 километров. До Искитима 100. Однако дорогу здесь ремонтируют по тем же стандартам, что и в мегаполисе. В селе Барково расположен крупный животноводческий комплекс, откуда ежедневно вывозят десятки тонн молока. Тут же проходят школьные маршруты и пути общественного транспорта. А старая дорога была построена еще по нормативам 80-х годов и пришла в негодность. При строительстве агрохолдинга мы получили развивающееся предприятие, но при этом получили абсолютно убитую дорогу, которая в рамках нас проекта будет капитально отремонтирована в этом году. Мы дали предложение администрации. Администрация, скорее всего, будет включать этот объект в дальнейшем на 2020 год, как минимум на проектирование, для того, чтобы всю автомобильную дорогу привести в соответствие. Сейчас капитально ремонтируют 5-километровый участок ближе к селу Барково. Средства получены благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект обошелся в 192 миллиона рублей, но и объем работ выполнен огромный. Разборка существующей дорожной одежды предусмотрена. Удаление пучинистого грунта, существующей насыпи, на среднюю глубину около 70 сантиметров. Устройство прослойки из геосинтетического материала «Дорнит». Устройство слоев основания. Песок, ЩПС С5, черный щебень толщиной 8 сантиметров и два слоя асфальтобетонного покрытия. Представители подрядной организации заявляют, что работы на этом 5-километровом участке завершат к середине октября. Хотя по графику стоит 2020 год. Можно говорить о впечатляющих темпах, ведь работы начаты в середине июня. Строителям содействуют погодные условия. А еще у них есть желание приступить в следующем году ко второй очереди дороги на Барково. Это еще 7 километров от трассы Черепаново-Маслянина. А в ГИБДД предложили изменить возрастные ограничения на получение прав. Если водителю нет 18-ти, он сможет управлять машиной только если отучился в автошколе, а рядом с ним в салоне будет сидеть опытный автомобилист. При этом подростки смогут получить права категории А и Б, а вот категорию С можно будет открыть только с 21 года, а Д – с 24. На этом пока все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту. А также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС-НООТС. Анастасия Бойко.